всем привет дорогие друзья с вами как всегда мигу фифа и это новая серия карьеры за мигу fk фифа 23 спасибо вам за поддержку прошлой серии у нас сегодня самое глобальное закрытие второго сезона последняя серия где мы с вами посмотрим статистику команды за сезон меня очень напрягает вот это вот реально каждую неделю просто раз в неделю пишут нам что ставим вас в известность руководство клуба проводит оценку вашей работы наша уверенность вас как главного тренера уменьшается день от дня рекомендуем вам сосредоточиться на выполнении хотя бы некоторых задач на сезон нам заплатили миллион евро за победу ну учитывая что это лига 2 то нормально владислав попов хочет завершить свой контракт так как он считает что он готов к играм в основе ну давайте мы его подпишем все-таки потенциал хороший 18 лет счет 1 рейтинг это уже конечно так себе но потенциал хороший но у нас очень много будет запасных нападающих там и хэйнс там и рид там теперь их юмала и попов надо с ними со всеми что-то делать но это мы разберемся и давайте я все-таки завершу то что начал в прошлой серии руслана васильева возьмем с собой в основной состав и выставим на трансфер дженсона грина потому что у нас теперь будет состав выглядеть вот так кстати да наша практика с игровым временем дала свои плоды дьяков счастлив снова у нас поэтому я думаю не помышляет об уходе из команды вот такой у нас пока основной стартовый состав конечно сейчас дюба уйдет оттуда и будет немножко так себе но пока вот так у нас выглядит стартовый состав вот он дженсен грин прости дженсен ты конечно трудяга ты конечно молодец но иди-ка ты на трансфер эдвард роу готов сменить позицию на лео вингера меняем отчета молодежки волк 60 павлов 62 попов 64 стал березов 61 попов 60 я и забыл у нас же скауты сидят без дела отправляем первого в англию и все у нас пока больше денег нет только одного мы смогли отправить и так на 24 июня мы остановились я думаю это подходящая дата чтобы подвести общие итоги давайте начнем с общекомандных в лиге 2 мы с огромным отрывом стали первыми и получили прямую путевку в лигу 1 100 очков у нас 31 победа 7 ничьих и 8 поражений 108 забитых мячей и всего лишь 45 пропущенных вымирает факап напомню мы недолго пробыли отлетели на третьем раунде от манчестер юнайтед но этот матч вы сами помните был очень достойным и упрекать команду за такое поражение ни в коем случае нельзя это был первый наш матч супер клубом караба у кап мы отступились на втором уже раунде против норвича со счетом 21 и честно насколько я помню мы могли там выиграть мы проиграли сами себе у нас куча нереализованных моментов было папа джонс думал я нам там повезет ничего подобно мы конечно продвинулись дальше чем в первом сезоне вышли из группы но во втором раунде отлетели от мансфилда со счетом 31 давайте заодно проверим другие результаты как там в европе ребята сыграли барселона обыграла арсенал со счетом 2-1 суперкубки у и фан лигу чемпионов выиграл атлетико мадрид финале у ливеркузенского байра со счетом 2-1 что то с байром происходит я вот когда делал эксперимент в карьере затотных им байр тоже с пом с таким же счетом проиграли финал лиги чемпионов только не это делали в первом сезоне они во втором и проиграли по барселоне лигу европы взял милан в итальянском финале победив рому со счетом 2-1 лиги конференции победу празднует рэн победивший севилью по пенальти со счетом 4-3 давайте бегло чекнем топ-5 лиг буквально ливерпуль стал чемпионом в англии в пл сити 2 челси 3 юнайтед 4 тот нахэм 5 арсенал 6 все как и надо мои любимые нюкаслы восьмые у нас лигу ожидаемо взяла баварина у нас и раз лейпциг навязал им борьбу всего два очка проиграли по итогу ливеркузен 4 боруссия 5 бог ум удивительно восьмой наш любимый вольсбург девятый лалигу взял атлетико мадрид 81 очком только барселона навязала им борьбу реал к сожалению был не конкурентен данной ситуации тирео выиграл ювентус 90 очков рома 2 милан 3 интер 4 наполи аталанта лацио и торида дальше эра дивизию выиграл psv причем с огромным отрывом в 19 очков а яг с фейнордом равномерно расположились на втором и третьем местах ну и а за вечно 4 как и предполагалось лигу португалии выиграл порту буквально одно очко переиграв бенфику сзади в четырех брага то есть вечно четвертая брага была готова тоже подсапаться за чемпионство и удивительно низко спортинг лишь шестые пропустив вперед витарио гима раньше бо вишту в млс сезон только разгоняется и а моя любимая таланта там третье покажется на уже отрыв до первого места большой хоть и мать запасе лига 1 но тут без сенсации псж лучшие 11 очков привезли марселю 3 монако большой привет пете париж fk залетели в лигу один и тут же вылетели просто пролетом были им и к сожалению вылетают обратно в лигу 2 мы шотландию хочу чекнуть ради рейнджа с которым когда-то играл михаил прокоп наш третье место давайте теперь разберем всех бомбардиров то есть лучшие бомбардиры ассистенты вратари и так далее но тут без каких-либо сенсаций дюба с бензимой забрали первое место ну правда дюба единолично первый изобрал золотой бутсу 31 голу дюбы 24 у бензима эдди роу еще влетел на 23 место с 12 забитыми голами по ассистентам бензима абсолютно лучше 19 голевых дюба на втором месте 12 но не друг на друга играли это понятно мартин батурина вот на кого делаю ставочку считаю его нашим локальным одричем 6 место 9 голевых пресс-то на 11 месте с 8 голевыми валерий дьяков 19 место 7 голевых достойно по сухим матчем буфон 2 13 сухих матчей льюис из брэдфорда стал первым в эмире из факап лучшим бомбардиром стал криштиану роналду дюба занял второе место 6 голов то есть он был очень близок чтобы даже вылетев на стадии какой там 1 32 финала до перегнать самого роналду на 7 месте расположился бензима с тремя забитыми мячами по ассистам лучшие бруно фернандо шихагил пресс-то 7 место 3 голевые передачи и валерий дьяков в полз в топ-25 с двумя голевыми караба у кап лучшим бомбардиром стал бешоп по кита и фода дюбом лучше из наших 17 место два забитых мяча по голевым нунес из норвича стал лучшим ассистентом наши замкнули топ-25 пресс-то две голевые передачи 22 место бензима 23 место одна голевая дюба 25 место одна голевая между ними втиснулся хендерсон папа джонс трофе out стал лучшим бомбардировавшись мячами бензима с дюбой 13 14 по 2 гола по голевым кларк харрис из петербурга стал лучшим ассистентом бензима второе место три голевых дюба пятое место две голевых по сухим матчем хотел бы искать что смотреть бессмысленно но сергей морозов замкнул топ-25 с одним сухим матчем тоже для сережи это достижение в лиге чемпионов лучшим бомбардиром стал патрик шик наверно вот поэтому байер дошел до финала матеус кунья 7 голов шестое место это я так бегло чекаю лучших месте 14 место всего четыре мяча по голевым вирс лучше но видимо вот она бешеная связка порвала всю лигу чемпионов вирс и шик вместе девятое место три голевые передачи кросс его нынче одногруппник десятое место три голевые передачи по сухим лучший рамсдейл муэр на втором месте если бы у нас была бы вакантно позиция вратарей нам надо было бы усилять я бы присмотрелся либо клеваковичу либо кавачевич ну потому что кто такой этот раков но помните что за клуб раков но на пятом месте у него три сухих матча в лиге чемпионов о никитос хайкин 12 место будет у глимт два сухих матча он стал даже лучше донорумы и дх но дальше бегло чекни маркус рэшф от играющий в наполе стал лучшим бомбардером лиги европы с девятью мячами дьюсбери холл играющий в наполе стал лучшим ассистентом лучшим вратарем стал лопеш из наполе терье из рена стал лучшим бомбардером лиги конференции вместе с гури корона вместе с дэвидом стали лучшими ассистентами севилья и аксом и лучшим вратарем стал брэчер из цурих ну а теперь пришло время каждого игрока нашу в отдельности рассмотреть поехали да луиджи буфон незыблемая легенда 42 игры 13 сухих матчей средняя оценка 7 12 очень достойно gg легенда даже в 46 лет такие вещи вытворяет сергей морозов подтаскиваем его потихонечку он только-только и в этом сезоне пришел к нам но уже плюс 3 68 рейтинг 12 матчей 2 сухих и оценка даже чуть чуть выше чем у буфона 7 13 но вы знаете что сережа творит несколько отраженных пенальти и очень уверена игра в кубках молодец это 18 лет сергей иванов плюс 6 за сезон резко дал сергей сразу видно выпустили кракена да то он все сидел в тени картрайт а теперь сергей иванов стал единоличным основным левом защитников и вот пожалуйста сразу плюс 6 за сезон 45 игр 6 плюс 3 очень даже достойные показатели 6 96 оценка но тоже нормально лукас картрайт насколько я понял завершающий карьеру но совсем слаб стал лукас выходил лишь в крайних случаях 8 матчей 6 и 7 оценка без голевых действий минус 5 за сезон и он 57 грустно конечно это смотреть когда-то он у нас был супер тащим дарат брантвейт плюс 3 за сезон 73 рейтинг 47 матчей 2 забитых мяча и оценка 64 но в принципе неплохо да исак туре идет ровен в ровен буквально с брантвейтом у них и возраст один и тот же и плюс 3 за сезон оба сделали одинаково и рейтинг одинаковый 73 и сухих матчей одинаковое количество но турея в этом сезоне сыграл на два матча побольше но забил ровно столько же сколько брантвейт просто братья-близнецы по статистике хотя конечно внешне вы сами понимаете они очень не похож 6 59 оценка у турея ну так слабенько конечно но с каким трудом мы конечно его контракт выкупали у нас первый пол сезона провел в аренде потом мы наконец-то наскребли денег чтобы выкупить его контракт я думаю не пожалели ну просто видите 204 рост кому такой игрок не нужен будет роман хэйнс которому не находится место у нас в составе в аренде провел не знаю сколько матчей но плюс 4 за сезон он сделал 59 рейтинг принципе нормально эшли филлипс молодой игрок продолжает качаться это хорошо потому что сами знаете в чем риск сажать молодых на скамейку 20 матч он однако провел так что нормально плюс 4 за сезон 68 18 лет это еще очень даже хорошо 6 34 оценка ну так средне без голевых действий роман васильев только пришел но он уже плюс 4 за сезон сделал он уже 69 обгоняет эшли филлипса ну и из-за этого пополнениям нас должен покинуть дженсон грин обидно досадно но нам надо омолаживаться нам надо двигаться дальше дженсеном боюсь мы каши не сварим он хорош он прекрасен он трудяга особенно в первом сезоне но к сожалению его уровень остается как раз лига 2 ну может быть лигу один он потянет но это будет наверное уже не с нами слишком много конкурентов рядом с ним на одну и ту же позицию которые его превосходят плюс один за сезон 66 рейтинг 28 матча сыграно один гол забит и 641 средне достаточно оценка бобби хиллс наша легенда наш локальный сипскана завершает карьеру особо у нас не поиграл вот мы его сегодня выпустили в последнем туре против бару единственный мальца сезон и он его прекрасно отыграл несмотря на привезенный пенальти 7 ровно оценку у него минус 7 за сезон и очень грустно это видеть 40 рейтинг но 36 лет сами думаете он завершает карьеру спасибо ему за все ваня козлов тоже стал основным правом защитником и сразу волю и вкус крови почувствовал человек плюс 7 за сезон 63 рейтинг 51 матч сыгран один гол забит 671 оценка неплохо но по сравнению с сергей маванов конечно хотелось бы от ваньки побольше результативных действий видеть но мне напоминает почему-то карвахаля такой тоже не слишком высокий правый защитник но крепенький каримнастенький такой надеюсь что ваньки будет такой же будучи как карвахали уготована логан малька уступивший место в основе козловым плюс 1 за сезон 57 рейтинг 3 матча всего сыграно 6 и 8 нормальная оценка в лиге 2 он не сыграл ни разу только в кубках выходил наше новое приобретение которое стало причиной раздора в центре поле клейбор круз присоединившийся к нам зимой из молодежной академии 14 матча сыграл 2 плюс 5 очень достойно плюс 2 за вот эти пол сезона семьи строкинг нормально оценка 676 тоже очень даже неплохо морган гейл не перестает меня удивлять этот молодой человек он словно стучится и хочется и хочет чтобы мы его оставили в портвейл мы отдали его в аренду как раз лиги 2 с нами они играют 9 матча он там провел гоу плюс 2 голевые оценка 621 ну так себе но он неожиданно сделал плюс 7 и он и вспомните с кем мы начинались 40 какого там восьмого 49 рейтинга он стал уже 59 это уже очень хорошо так что я думаю как морган вернется из аренды мы его еще в одну отправим то есть центр поля естественно нас не помещается у нас и так он уже центр поля лопается там и так уже между собой чеки конфликт идут а вот в аренду отправить посмотреть это можно валерий дьяков плюс 6 за сезон он стал 70 42 матча сыграно 5 плюс 11 неплохо очень валерчик 661 оценка нормально но в конце сезона конечно не поладили мы с ним почему собственно сказал что клэбор круз стал таким яблоком раздора потому что как раз из-за клэбора дьяков с козловым уселись на банку и сначала макар хотел уйти из-за того что мы вообще игровой практики не предоставляли но мы развернули его мнение вспять и то же самое мы сделали с валерием дьяку выпустили он оставшиеся там 6-7 матчей сезона и он успокоился я надеюсь что он готов с нами дальше сотрудничать вот собственно и макар козлов плюс 4 за сезон 69 макар проигрывает пока конкуренцию в старте и крузу и дьякову но скорее всего как раз дьяков с крузом на данный момент будут играть у нас двух цепешников бутурина в свете последних событий отправиться на цапа бензима на форварда то есть это примерно я расклад на третий сезон рассказываю а козлов пока в запасе будет 35 матчей 6 голов без голевых действий 652 оценка но так достаточно среднем картер кэрнс по-моему он от нас наконец-то уходит спустя столько временем плюс один всего лишь за сезон 61 рейтинг два матча сыграл но успел забить гол в лиге 2 69 оценка очень даже здорово мартин бутурина мы его не просто так переучивали как раз вот мы переучивали в самом начале сезона когда узнали что дюба после этого сезона карьеру завершать плюс 6 у мартина бутурины 80 рейтинг великолепен мартин 51 матч 10 плюс 9 6 93 оценка напомню написано конечно цап но он играл все время на цп потому что на цапе играл великий ужасный карим за dream бензима который на цапе в 36 лет сыграл 51 матч за сезон оформил фантастические космические 30 голов и 24 голевой передачи карим за dream просто лучший и всего минус 2 дал напомню то есть он мог дать вон как бобби хиллс как ходсон по минус 7 сразу ничего подобного всего лишь минус 2 и карим понятно дело будет играть у нас форвардом новом сезоне да и он легко переучивается на нападающего ему на это четыре недели надо вот и все ну и коль мы заговорили про ходсона да фридрик ходсон не скажу что легенда бобби хиллс был более легендарным чем ходсон ходсон вообще никак себе не проявлял самого начала он был очень слабым в этом сезоне последнем для него ему уготовлено были два матча всего лишь 6 и 4 оценка минус 8 за сезонной 38 рейтинг это надо самый низкий рейтинг которым я когда-либо работал вообще но я буду не против если например фридрик вместе с хиллсом займу какую-то может тренерскую работку в нашем клубе тренерскую должность я только за и картрайта пусть собой прихватят хотел я ходсона было использовать на цапе да попробовать вдруг он там лучше потому что на фланге с его скоростью он не вывозил но не довелось нам это сделать к сожалению эдди роу отчаянно цапается за место в стартовом составе потому что я ему говорил и всем вам что этот сезон для него определяющий что после этого сезона может отправиться куда-нибудь пока я думаю мы его оставим 49 матчей плюс 2 за сезон 67 рейтинг 13 плюс 7 достойные цифры 709 также достойная оценка я пока подумаю я очень хочу туда на его позицию привнести никиту иосифову который на 4 года его помоложе рейтингом примерно таким же а дальше посмотрим что будет но если привносить туда иосифов то от мэйсона прессона придется избавиться но в принципе логично потому что ему уже 23 он уже не так молод как начале нашей карьеры до 57 рейтинг никакого развития при том что он сыграл 20 матчей отдал три голевые передачи оценка в принципе средняя неплохая 663 но развития у него никакого он просто не прокачивается поэтому я думаю от него стоит избавляться мы это сделали с другим прессоном с питером который на порядок его моложе сделал плюс один за этот сезон стал 60 неплохой сезон провел 28 матчей 8 плюс 11 это очень хорошо его оценка 735 за себя и говорит но к сожалению забегая вперед у нас появились новые люди на позиции пфа из-за которых питану питеру придется уйти первый такой товарищ андрей иванов подписаны из молодежной академии плюс 165 рейтинг 7 матчей без голевых действий 634 слабовато вот андрея я пока не раскусил может просто в основе особо не играл а вот макарий петров получил свои игры спал сполна плюс 3 за вот эти пол сезона что он с нами в команде 70 рейтинг то есть на порядок он выше прессона 19 матчей гол плюс 5 голевых достойно и 703 тоже очень хорошая оценка поэтому макарий пока наш основной правый форвард лед хью малом которого мы вели чуть ли не с самого начала по моему этой карьеры и вот наконец-то он получил шанс заиграть в основной команде плюс 5 за сезон сделал 61 рейтинг это тот человек которого кто который в академии ходил по лезвию ножа потому что у него потенциал был там 83 84 85 постоянно с каждым месяцем менялся я не знал что с ним делать но дал ему практику в конце сезона 5 матчей 628 оценка достаточно слабо и всего лишь один забитый голый тон с пенальти поэтому естественно отправится у нас в аренду но пока этого невозможно сделать как и судяслава папуум который плюс 5 за сезон сделал но играть у нас не будет а в аренду отправить его тоже нельзя к сожалению луис хэйнс как-то совсем он потерялся да в тени дзюба и бензима потерялся совершенно луиса я даже уже и запамятовал что он успел 15 матчей в этом сезоне сыграть плюс 2 сделал рейтинг себе 64 4 плюс 1 неплохо для такого количества проведенных матчей 648 средняя оценка ну и наш дюбинатор жаль что мы его подписали лишь на один сезон но он решает завершить карьеру в 35 лет артем дзюба минус 4 рейтинг за сезон это конечно уже ощутимо 71 рейтинг а теперь вдумайтесь в эти цифры 47 матчей 41 забитый гол 15 гривых передач это в 35 лет напоминают человеку и 748 блистательная оценка спасибо дюбинатор за все было конечно очень весело если бы дзюба занял бы какую-то реально тренерскую должность рядом с саламычем это было бы очень весело джексон рид последний наш игрок в этом составе насколько я помню мы его отдали в аренду в гримс бетаун как раз нами по соседству в ту же лигу 2 и легко отслеживать его игры 7 матчем сыграл всего лишь одну голевую передачу отдал 594 что-то там у джекса на совсем не клеится плюс 2 он сделка 54 но то как он играет пока меня настораживает итак мы приехали к концу сезона вот он не вкратце результаты сезона лига 2 первое место и мрс вакап третий раунд карабаукап второй раунд папа джонс трофи второй раунд ну и на групповом этапе мы лишь закончили в предсезонном турнире мы вряд ли удивим вас если скажем что не вполне удовлетворены результатами клуба в этом сезоне нам не удалось достигнуть целого ряда поставленных задач и мы показали себя не так как ожидали и на поле и вне его мы надеялись что вы подойдете к своим обязанностям более ответственно и покажете лучшие результаты вместе с тем мы считаем что вы заслуживаете еще одного шанса и предлагаем вам остаться в клубе в следующем сезоне то что они какие-то задачи понапридумали меня если честно не колышет мы стали чемпионами лиги 2 и получили наконец-то прямую путевку в лигу 1 чего мы не смогли сделать с первого раза получилось лишь со второго причем получилось так ярко и громко что ой-ой-ой но с таким составом какой у нас мы должны были вот так именно играть поэтому если кто-то скажет где-то не реалистично неправда с таким составом с таким нападением и обязаны были всех под орех крошить выбираем конечно же самый оплачиваемый предсезонный турнир с гранадой мальоркой самдори и утрих там фейнордом леванты и специи по поводу формы пишите свои варианты в комментариях может быть мы ее как-нибудь обновим и обсвежим эмблему пока трогать не буду стадион можно в принципе сейчас обновить раз мы поднялись в лигу 1 то в принципе можно попробовать расширить немножко стадиона то у нас всего лишь 4000 можно его достроить хотя бы до 10 например типа такого да давайте возьмем обновленный отчет скаута тут по англичанам пришли на давайте хикс возьмем но я в него есть честно не верю я больше воли вера элиота верю их юга philips тоже неплохой все давайте на этом остановимся я даже не буду специально смотреть сколько денег нам выдали на трансфер давайте разберемся в этом уже следующей серии но на сегодня все спасибо всем кто был на протяжении этих двух сезонов вы понимаете что для нас все только начинается третий сезон лига 1 мы наконец-то всплыли из самого подвала английского футбола ну и продолжим наше движение вверх но без вашей поддержки нам не справиться поэтому не забывайте поставить лайк подписаться на канал нажать на колокольчик с вами был как всегда мигу фифа до встречи в третьем сезоне всем до скорого всем пока